Всем здравствуйте! Знаменитая певица заявила, что на протяжении всей своей карьеры ни от кого не зависела и могла дать отпор влиятельным деятелям культуры. Надежда Бабкина высказалась о готовности некоторых певиц и актрис строить карьеру через постель продюсеров и режиссеров. По мнению певицы это неправильно, во всяком случае для себя она всегда считала этот путь неприемлемым. Я понимаю, что такое встречается. Вопрос, а пирожок с чем? С начинкой или так себе? Если начинка кончилась, простите, все фенит или комедия. Я тоже таких много знаю, выходит на эстраду, появился три раза, а дальше ты человека не видишь. А потому что кончились взаимоотношения, заявила 72-летняя звезда в беседе с Еленой Хангой. Бабкина подчеркнула, что всегда держала дистанцию с высокопоставленными и влиятельными людьми, которые вполне возможно были бы не прочь завести интрижку с известной и привлекательной артисткой. А если к тебе относятся по-другому, другая требовательность, уважительные отношения. Ну вот я общаюсь с министрами культуры из регионов, мы можем и за столом посидеть поговорить, посмеяться, но я точно знаю, как они относятся ко мне. Может, у них и есть желание по отношению ко мне, но они боятся. Потому что при первой же секунде. В глаз не получат, дело не в нем, просто они видят, что пирожок жестковат, со смехом заявила Бабкина. Она добавила, что с самого начала своей карьеры привыкла рассчитывать только на себя, а не ждать, что ей все принесут на блюдечке. В свою очередь актриса Татьяна Васильева ранее призналась, что получала главные роли на сцене благодаря тому, что имела отношение с режиссером Московского театра сатиры Валентином Плучиком. По мнению народной артистки, для успеха в актерской карьере природного дара мало, нужен человек, который сумеет его раскрыть. Васильева считает, что слишком порядочные, хотя и талантливые коллеги очень часто остаются в тени. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.